Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я рада приветствовать вас на своем канале. Многие просят мне показать продвижение платья, но показывать здесь правда особо нечего и отдельный ролик для этого посвящать тоже нет смысла. Но раз есть такой интерес, я покажу. В последнем ролике про платье, наверное, было связано просто несколько рядочков. Начало резиночки. И все, на этом мы остановились. Я пару недель, наверное, не показывала. Да, где-то столько недель я болела пледкрянкой. Уже выздоравливаю, но чуть-чуть осталось заболеть. И продвигалась платьишком медленно. Я связала всю резиночку. Вы помните, что она у меня заканчивается наискосок. И перешла на лицевую гладь. Связано лицевой глади уже большое количество. Но, наверное, половинка или чуть больше половинки переда уже связана. Вот на таком этапе у меня находится платьишко. Когда я свяжу полностью перед, соединю его со спинкой и переду на рукава, наверное, будет смысл показать дальше. А так пока это очень скучненько и простенько. Вяжется. Платье вяжется и обязательно свяжется. Видите, я уже не говорю, надеюсь. Второй процесс у меня на спицах это плед. Всего у меня три. Третий процесс даже показывать не буду. Совсем недавно был ролик, посвященный зеленому джемперу. Красно-зеленому. Никаких продвижений там пока нет. Но у меня всего сейчас три процесса. Платьишко, джемпер и плед. Связала я уже очень-очень много. Я понимаю, что нравится мне плетрянкой болеть с одной стороны. А с другой стороны, пока я болею плетрянкой, мне ничего не продвигается в той скорости, в какой я хочу. Поэтому сама себе торжественно обещаю, ну, наверное, обещаю, больше не вязать пледа, пока не довяжу вот этот джемпер с платьем. Иначе я просто в восенние месяцы не уложусь. Мне привезли моточек. Второе, чем я несказанно рада. Вот она моя южная ночь. Вот не скажу, что прям передает один в один цвет. Но я не скажу, что прям сильно врет. Ну, лучше, чем сейчас. Вот днем на балконе я уже не сниму. Я прихожу с работы темно. Ухожу с работы тоже на работу. Темновато. Вот. Кто-то спрашивал, не сшиваю ли я по центру. Потому что на спицах не умещается. Я, девочка, уже не помню. Нет, я не сшиваю. У меня на спицах все умещается. Даже если сейчас я полностью ряд пройду и немножко спицы прям вот так потесняться, потесняться. Здесь вот еще ничего страшного. Переживут. Теснится на рядочке несколько минут. Потому что я все быстренько это переделываю. Нет, нет, я ничего не сшиваю. У меня на спицах. Вот. Первый моточек уже связан. Второй моточек я довязываю. Обвязка будет белая. Все покажу, когда будет готово. Моя воля сейчас вообще все процессы, штук 10 завела бы пледовых процессов. Я купила, кстати, себе плед молодежный, горчичного цвета. Он хотел, предполагалось у меня быть один плед горчичного цвета. Полностью красивый, шикарный косме. А второй я купила основной цвет джинсовый или джинсовый. И горчичная отделочка. По типу пледа первого, который я связала из смесовой. Оставлю ссылку, кто недавно со мной. Но немножечко другие расцветочки. Уже совсем другой вид будет у пледа. Только у меня девчонки, которые мои подружки в районе живут, все у меня забрали. У них там нет рукодельного магазина. Я себе типа еще куплю. Но у нас он так и есть на самом деле. Вот. Сама подсадила в ответе на спицы-то. Вот. Поэтому у меня еще очень много пледов в проекте. Но это будет потом-потом. Но пока надо довязать платьишко и плед и джемперочек. Вчера была у мамы и взяла вот такую салфеточку. Я, конечно, надо утюгом прогладить. Но так как она отправится... Салфеточка такой расцветки уже была у меня в кадре. Потому что у меня есть точно-точно такая же. Вот. Но и такую же она вязала моей подруге. А когда я поняла, так ведь скромные молчат, что ей нужна была парочка таких салфеточек. Так все подходит у нее. Вот. Я маме шепнула. И мы... Ну, там, может быть, отличается. Вы знаете, там, я не знаю, миллиметром рядом больше, рядом меньше. Но ту салфеточку она вязала по моей. И эту тоже. Поэтому я увидела, что, оказывается, две тумбочки, что нужна пара. Но скромно молчат. Но я знаю, что очень нравится. Поэтому вот еще одну такую салфеточку мама связала. И я скоро подарю. Еще мама очень часто традиционно вяжет носочки. Всем родственникам нашим и знакомым моим многим. Из новой пряжи и еще чаще из распущенной. Когда вот уже вещь не нужна, ребенок вырос, мамочки приносят, она распускает и вяжет носочки. И если, например, вот где-то видно, что это из распущенной пряжи, но я сейчас еще вот его сделаю, будет гораздо лучше, то кое-где совершенно не видно. А вот, например, вот эти носочки, я бы, наверное, не согласилась. Даже это такая мелкая работа. Но зато очень хорошо будет в сапожке. Прям замечательно, я бы сказала. Вот. Вчера три пары я уже даже до дома и донесла. Взяли прям там две пары. Вот я буду передавать. Передавать. Я передатчице буду. Еще в вязальных делах у меня появилась еще одна девочка, ученица, может быть, громко звучит, которая тоже раньше не вязала, но, во всяком случае, на этого не помню. Сейчас вяжет. Она, в отличие от меня, полюбила крючок, а не спицы. Буквально подсела на игрушки и собирает, и копирует, и распечатывает, и сохраняет в электронном виде мастер-классы, которые связаны с игрушками. Мы с ней буквально поколупали одного зайку, и человека понесло. Глядя на нее, такое впечатление, что она родилась с крючком. Но также она живет в районе, где рукодельных магазинов нет. И когда она приезжала ко мне, мы купили вот эту пряжу. Суфлея Семеновская. 100% акрил. В 100 граммах 292 метра. Кажется, все ее знают. Спицы и крючок. Можно третьим, можно четверку. Мы берем чуть поменьше, чтобы плотнее было набивать игрушки. Цвет стальной 56. Не только эту пряжу она купила для игрушек и детскую новинку. А весь акрил, который был, мы решили попробовать. И почему-то именно из этой она решила связать еще одного. Она связала зайца. Теперь она хочет большего размера зайку связать. С какими-то там розовыми акцентами. Точно розовые ушки, точно розовый бантик. Но мне велено купить два матка в Семеновской суфле. Потому что магазин работает до 6. И я работаю до 6. Но я могу подождать, в отличие от магазина. И вот завтра я передам. И вот такую хедмэдину розинку просили купить. Пожалуйста. То есть, все, что заказывали. И я вот очень тоже хочу игрушки вязать. Но себя останавливаю. Дебрить я пойду. Забуду, что платье вяжу. Мне нужно, конечно, закончить платье перво-наперво. Так. И еще у меня одна покупочка. Несколько месяцев назад я показывала, что первое мое знакомство с пряжей молодежной оно как раз было от вот этого цвета. 1,8,1. Жемчужный. Жемчуг просто. Но купить я его себе купила. Сразу она понравилась. Столик свяжи мне кардиган. Я потом купила вот серый. Он отличается. Немножечко связала ему кардиган. Ушло 4 маточка. Потом меня закружила еще черная была пряжа. Молодежная связала еще один мужской кардиган. А про себя не то, что забыла. Я просто поняла, что из 5 маточков я тоже могу себе связать, допустим, кардиган косыми. Если у 4 маточка ушло на то ли около 4 поменьше размера на друга, то мне 5 на кардиган хватит. Он красивый даже, если я косыми буду вязать. А если не косыми, то ой. Но мне что-то хочется в пол. Я очень себя уютно чувствую в жилетке. В пол я оставлю ссылку. Я ее просто полюбила. А если хватит на рукава, такое будет даже, может быть, полетецо легкое. Не знаю. Но поняла, что 5 маточков на изделие в пол мне не хватит точно. Обязательно знаю, что не хватит. Я ненавижу. Поэтому я ждала, когда будет еще привоз. И я купила себе еще 3 мотка этого цвета. Один в один. Молодежный, жемчужный. И теперь у меня 8 мотков. Грубо говоря, это больше килограмма. Это то, что мне нужно. Я понимаю, что останется. 100% останется. Но я люблю... Вот рассчитайте мне то-то, рассчитайте... Ой, не тут моток взяла. Рассчитайте мне то-то, рассчитайте мне то-то. Не умею я рассчитывать. Я просто люблю вязать, когда точно знаю, что пряжи хватит. Вот такая у меня натура. И ничего себе поделать не могу. Пусть лучше останется. Потом пособеру все, что осталось, и что-то сделаю. Кстати, я смотрю и думаю, это, наверное, все, чем я могу погордиться в хомячьих запасах. Я их не люблю. Не приветствую. Вот, наверное, это самое большое, что есть. Этот мне цвет очень нравится. Он такой подходит абсолютно ко всему. Я пока не знаю, что это будет. Но это будет что-то такое плечевое, большое, длинное. Или жилетка в пол, как у меня уже одна есть. Или пальтишко. Такой вот кардиган-пальто. Не знаю. Но теперь могу смело вязать. У меня больше килограмма. Это здорово. Так, килограмма получается. Вот. Это я вот себе оставлю. Такая еще была спряжа горчичного цвета. Говорю, меня забрали. Прям прелесть прелестная. И, ну, есть пока чем заняться. Руки чем занять. Мне больше и не надо. Вот такие у меня идут дела. Но это, наверное, будет на весну. Потому что в зиму вязать такие вещи. Может быть, конец зимы. Ведь это не пальтишко, шубейко. Исключительно просто само по себе же нужно наряжаться в эти вещи. Чтобы сверху ничего не было. Вот. Ну, о планах на весну пока говорить рано. Просто так готовимся. Проецируем. Ну, а на сегодня это были все новости из визуальной жизни. Как моей, так моего окружения. Все вам самого доброго. Творите на радость себе и окружающим. И пусть у вас всегда-всегда все получается. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.